друзья всем привет сегодня мы поедем какой-то сервис сервис x пока я не знаю что там за сервис вот стоит машина уже две недели не заводится даст с мотором h4 и там было несколько специалистов тоже выездных приглашались все ссылаются на то что там конец блока управления двигателя блок управления там емс 3125 его не так просто найти по крайней мере у нас самаре вот и даже если он будет бушный его надо будет делать колон из старого если он еще его можно будет поднять мы сейчас хотим поехать туда посмотрим обязательно все вам снимем попробуем оживить этого мертвеца ну подтвердить диагноз или опровергнуть и если получится в идеале вообще завести конечно машину поехали вот в таком виде все представу когда мы подошли первый раз в машине так вот разобран был короче историю я узнал как все случилось человек ездил ездил все было ништяк никаких посылов не было потому что машина должна отказать остановился машин заглушил и дела по делу пришел заводить старте крутит вспышки нет вот ошибка выскочила по датчику распредвала вот диагноз сейчас говорит ошибка трется потом при прокрутке она опять выскакивает то есть очень похоже ребята говорят уж цепь проверяли метки вот и новый датчик подстыковывали ну меняли датчика распредвала то есть вот такая история естественно у нас питание почему-то питание нет на катушке и импульсов нет на форсунке сейчас посмотрим по мне как очень похоже на то что им отвалился имбилайзер до пробегу на 66000 молоденькая еще да все грешат на блок управления двигателем но слишком как все внезапно произошло очень сомнительно возили блок его вскрывали его вызванивали прозванивали вроде как все целое сейчас посмотрим что мы наруем итак у нас по давлению на впуске ругается датчик положения распредвала и катушка 4 обрыв цепи но это я думаю в процессе диагностики я посмотрим стираются ли ошибки все стерлась кроме это на впуск так и ругается я глянем так я попробую крутануть и посмотрим что у нас будет меняться по параметрам не будет ну датчик абсолютно давление вообще не изменилось нисколько значит друзья есть один одна мысль датчик абсолютного давления никак не среагировал на прокрутку стартером прошли вайон отходит то есть равно разрежение как-то должно было поменяться посмотрите я сейчас том создаю разрежение я по любому разрежение то есть он не реагирует никак я попробую сейчас у петра налогами наверно сдернем датчик разрежения пойдем на улице подстыкуем и проверим честно возьми клапаном логонь абсолютно такой же датчик разрежения как и на а4 только он тут немножко в зебенях стоит и не сломать бы его сейчас при демонтаже а то нам не на чем будет студии уезжать потом тоже весь в масле сратой работы все ребята идем сейчас подключим также я в том разрежение создам сначала если дернется показания хоть немножко значит правильное направление движемся так сейчас включаем вот я вот ключа вообще никак не реагирует сейчас тоже поход тут чё-то с проводочкой это не реагирует и по датчику и снова распределенного вала сразу ошибка прописалась причем вот крутанули прям маленькая его но также еще по вольтажу сейчас кстати еще кое-что я хотел проверить питание датчиков у нас все есть 5 вольт кстати на него приходит я уже проверил давайте еще раз так это твой это не твой так проверим 5 5 вольт есть короче друзья почему датчик абсолют давления у нас не показывал я нашел здесь видать когда вызванивали проводку там разжали пин который у нас идет как раз на сигнальный провод датчик абсолют давления я пин сжал вот у нас 48 вольт и сейчас показывает сейчас мы попробуем еще раз крутануть но я говорю это уже следствие это не сама проблема это следствие поиска неисправности бывает так разжимает пины это плохо иголочка натыкать иголочка сейчас еще раз крутанем посмотрим будет ли разрежение создаваться у нас друзья с разрежением мы разобрались сейчас принципе при практике стартера даже должно меняться у нас уже изменилось давление маловато но изменение есть датчик положения впускного с предвала неисправность цепи 6d и вот теперь мы будем работать с тем с чем машина поступила в общем друзья смотрите какая ситуация я долго с этой ошибкой провозился то есть я проверил все врач я работал как с датчиком на спидвала так и с датчиком коленвала вот потому что по датчику распредвала у нас по синхронизации ошибка может тащить ее неправильно скажем выставленная фаза или смещение задающего диска откуда считывает коленвал я все это эндоскопом просмотрел весь задающий диск там все ровненько все четко вот пробовал переставлять датчики и случился момент когда я отключил датчик коленвала машина запустилась естественно наоборот и не держала тут же заглохло я сразу подошел горе ребят точно метки проверяли все очень похоже на то что у нас нет синхронизации да да метки проверяли все ништяк игла как вы провели цепь снимали нет гуи цепь не снимали там у нас h4 мотор метки на цепи и на всех шестернях на трех на фазерне на выпускной и на коленвальной шестерне игла есть фотка где вот вы выставляли метки а хоть кулачки гляну у меня сразу мысли закралась что по кулакам там явно никто не определил и тут вот проходит мастер такой а да да я кстати там мотор же грязный я вас фотку чтобы клиенту показать и как раз у нас было фаза типа выставлено я фотку смотрю сейчас она вас на экране будет а там капец я говорю ребят вы чё вы чё вы посмотрите на кулаки то есть нас на выпуске кулаки стоят вот так на впуске вот так это рассинхрон полный причем нормально так рассинхрон там зубы три-четыре как минимум вот она проблема а мы ходим вокруг да около нее и ладно хорошо мы все равно даже если бы сразу нашли проблему машины после решения восстановления метка она бы не завелась потому что была проблема с разрежением было проблемы с катушкой тут уж никуда но это уже следствие до ремонта как это ужасно звучит я ребятам вы снимаете карачку лапанную крышку выставляйте фазу и под позвонить мы подъедем благо мы тут недалеко находимся ну и ждем когда они нам позвонят и поедем смотреть что они там накрутили да кстати друзья почему не все это не смогли заснять там такая ситуация произошла что директор сервиса приехал клиент приехал этого автомобиля и мы не могли так прям вот со всеми эмоциями все это заснять как это было на самом деле как мы среагировали как слесар среагировал который метки проверял ты как метки проверял ну вот окна цепи ягла кулаки мне ничего не сказали проверить фазу ладно короче нам позвонили можно подъезжать мы поехали так друзья в общем было много здесь интересного во первых не было плюсы на катушке зажигания плюсы не было потому что плюсы не было потому что вот этот пин был разжат пин мы поджали запустили проверили плюс пошел на катушке все из края есть но момент прокрутки также ошибка по датчику распредвала прописывалась не соответствую положение и все короче приняли решение я ребят попросил вы раскиньте клапанную крышку я увидел что там кулаки вот так вот карьера стоит фото сейчас покажу вопрос по фоточке вообще тут фаза сбита да короче раскидали и смотрите что тут интересно так друзья во первых блять с чем ребятки тоже пользуется до жидкий ключ за сувидом молибдена от фирмы аксион это красавцы это сразу плюсик в копилочку так смотрите это фазорегулятор у нас впускной шестерни вот это шпунка фазорегулятора как вы можете понять она должна выглядеть ровно не такая скрученная то есть ее явно повредила и и стащил дальше место под шпунку в самом распредвале видите идет сбоку на пусть такой его тоже стесала сбила идем дальше распредвал тут также у нас имеется набивка на одной стороне то есть тут был очень жесткий удар что-то прихватило распредвал какая-то постель прихватилась и стартерам пыталась стартам пытались свернуть шпонку шестерню и так далее но шпонка выдержала единственное что единственное что у нас немного убежала фаза соответственно в момент прокрутки стартер у нас прописывается ошибка по рассинхронизации датчика распредвала каленвала вроде как пишет обрез цепи датчика распредвала но там приписка такая 6 . df вот это как раз несоответствие меток и что нас на это еще натолкнул во-первых фотка с кривым зажиганием я по кулакам увидел и она машина попыталась запуститься когда мы только сняли датчик коленвала то есть она подачку распредвала там поварили схеме по какой-то запустилась на холостые не держит естественно и заглохо потому что у нас рассинхронизация вот и все то есть сейчас какие варианты самый нормальный вариант при таком вот в сратом моторе вы смотрите очень много здесь отложений масляных но вот это вообще капец то есть это все может даже вот сейчас я снова распредвал поставить шестерню фазорегулятор шпунку это может повториться все вновь в любой момент то есть по идее это все надо вымывать по идее вообще при условии что тут еще есть жор масло капремонт нужно конечно делать так друзья там сервисе я мог очень громко и сильно ликовать по поводу того что я прав короче на самом деле вот эти вот заключение от других диагностов которые смотрели эту машину занимается конечно капец мне прям не понравилось прям блок управления под замену все в один голос кричат блок управления метки они проверяли игру вот фоточку одну показали я смотрю на фото его он подошли к человеку который выставлял его суша это сейчас тут фаза стоит он да я бы то есть в верхнюю мертвую точку 1 цилиндр вывода и у него кулаки вот так вот смотрят я буду я по фото вижу что тут зажигание сбит его снимай клапанную крышку все вот мы роемся тут ищем короче капец плюс ко всему даже если бы они нашли метки если бы они выставили фазу сейчас они все равно хрен завели потому что них плюсы на катушке не было просто по причине того что кто-то когда там вызванивал прозванивал тестером зажал пины и все и вот там два больших переходных разъема пин зажат был разжат точнее на плюс катушки и пин был разжат на сигнале провод с датчик абсолютного давления капец вот еще два косяка с которым бы тоже пришлось повозиться естественно сначала их устранили привели машины в первоначальный вид как она попал попал вот сервис вот ну и все в принципе я доволен своей работой я молодец я нашел проблему принципе и диагност у них сразу тоже то есть метки то они зачем-то начали проверять то есть он сказал вот человеку единственный минус этого диагноста не в обиду будет сказано в том что он доверил метки я вот если допустим я вот работаю диагностом да я надяна дефектовал метки проверять либо сам это делаю либо человеку который будет делать подхожу к нему и групп ну покажи-ка мне дай-ка я сам посмотрю вот этот минус но возможно не его смена была ему просто сказали потом метки нормальный разбирайте дальше так куда мне лезть и вот начали ребят судорожно искать то кому поможет принципе человек сейчас разные варианты вроде как посчитали там раз распред стоит конечно капец сейчас как и фазорегулятор шпонка 30 рублей 200 стоит это порадовал поэтому как-то так друзья если вы тоже считаете что я красавчик поставьте лайк пишите об этом обязательно комментарий и не забывайте подписываться на канал также пишите на почте если у кого-то есть интересные случаи где не могут сервисе помочь запустить машину например я думаю что мы этот формат вот начали так оживление вот это да я думаю что мы будем улучшать и улучшать то есть пока еще стрёмненько так сервисе на этим а громко кричать то что еще тут делаете за чтобы деньги получаете и так далее пока